еще есть что-то еще интересное или это все в украине готовится новый законопроект по изменениям в процессе мобилизации у по так 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 и что же там вы уже ознакомились подробности первое призывной возраст для мобилизации будь снижен с 27 до 25 лет снижен окей ладно не понял женщины будут обязаны встать на военный учет наравне с мужчинами у пройти военную подготовку и будут привлекаться к службе во время военного положения на боевые должности добровольно а то есть воевать не обязательно добровольно но военное положение надо будет что-то где-то бегать что-то там короче видимо лечить чинить я хуй знает короче говоря да 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 вот это вот все короче ну а подождите а женщины теперь также не могут выезжать за границу за того что они военно обязаны или как ну то есть если надо стать на военную учет значит они теперь не могут выезжать за границу или могут отсрочку от мобилизации получат соискатели последовательного высшего образования которым менее 30 лет все ученые с учеными звание нихуясь я и был тебя в за воу ты чё дурак что ли блять нет все преподаватели работающие на полную ставку право на отсрочку потеряет полиция бэб бэб и пенитенциарная служба господи что это первая часть старая часть проект отменяет срочную службу в армии тех кто был срочником на момент введения военного положения демобилизует и вводит вместо нее базовую общего войсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан возрасте от 18 до 25 лет отдельный блок законопроекте будет посвящен порядку демобилизации главная инновация право на увольнение можно будет получить после 36 месяцев охуясь военно обязанных граждан обяжут предоставить данное место положить по место жительстве точнее работодателю пройти медосмотр во время мобилизации самостоятельно появится снап тцк для уточнения данных постоянно носить с собой военно учетный документ во время действия военного положения какая-то без угла я блять пояснила что такая формула водится для того чтобы не допустить одновременно увольнение военнослужащих если одновременно уволиться несколько десятков тысяч то россияне прорвут фронт написала она ну по понятно короче понятно что чё-то нихуя не понятно но видимо стало жестче да я просто не знаю как было и как теперь так путин там что-то угрожает финляндии понемногу но это похуй это можно и пропустить потом чё еще есть что-то или это все все да принципе